Сегодня дали разрешение из милиции или прокуратуры, даже не знаю, зайти в кабинет. Была создана большая комиссия с членами исполкома, жителей города, наши работники, там человек 10-12, и было телевидение, миг, все это, они вначале зашли, они это все снимали, видели этот безлад, взломанные двери, взломанные сейфы, сейф один взломан, потому что другого нет. И увидели всю реальность, что здесь есть. Я хочу сказать, что у меня изъяли в кабинете во время обыска две вещи. Это изъяли портрет Януковича, который был найден в Шубляде, и изъяли квитанцию, которую я заплатил за квартиру. Все. Документы на квартиру, я их нашел здесь в Хуаме, думал, что тоже изъяли, но я нашел их среди бумаг, эти документы, слава Богу, есть. Вопрос, то, что говорили, да, еще по сепаратизму. Я хочу просто вот здесь взять этот орден, который мне, я специально его не выбрасываю, потому что надо будет доказывать, что сепаратический орден, не орден, а знак, это знак удостоверения к юбилейному знаку преемственности поколений защитников Отечества, честь имею. Этот знак был мне вручен в честь 50-летия организации ветеранов войны однополчан города Одессы. Одесса, 2006 год. И вот документ, что это 2006 год, и что это за орден? Не орден, орден, который мне сщут с портретом Януковича сепаратизм. Скажите, если мне эти ветераны в честь 50-летия подарили, я его должен выбросить? И портрет, вот чего мне портреты, я только показывал портреты, у меня есть Ющенко, у меня есть портреты Юлии Владимировны, я там сегодня все утром показывал, у меня есть портреты многих там и Владыка и так далее. Я должен что это все поломать и спалить? Это все-таки какая-то история. Теперь относительно часов, что у вас на студии мой, Юрий, ну часы золотые. Вот я показываю эти золотые часы. Это подарочные, это видели все люди, которые комиссия сошла, их никто не изымал. Вот они единственные. Это подарочные часы Бадалан Руслан Борыш, когда был мэром города Одессы. Эти часы идут в обратную сторону, как просто с юмором это было подарочным. Вот это золотые часы, в которых гремела вся Украина. Теперь я хочу показать запонки, вот эти запонки, которые тоже бриллиантовые. Это обычное стекло, обычная бюджетерия. Вот они здесь есть, больше других нету, я не нашел. И никто с членом комиссии не нашел, которые здесь были. А, где они? Третье, Монблан. Да, это хорошая ручка. Это действительно, она сегодня заправлена. Это единственное, что сегодня подтверждается, что это из дорогих вещей. Это ручка, которая мне тоже, надо познать, сколько лет ей, ну здесь нету года. Ну я уверен, что ей тоже минимум лет пять. Потому что она, я не ее мало пользуюсь, но она заправлена чернину. Вот и все дорогоценности, которые здесь были найдены в этом кабинете. И ради того, чтобы изнять портрет Януковича и изъять мою квитанцию проплаты за квартиру, надо было сделать, сломать замки, делать здесь. Все перевернули. Мне просто неприятно руками, я не хочу даже дотраиваться. Просил наших девчат, чтобы они здесь порядок набили. Вот здесь ажиотаж на всю Украину. Вам сегодня разрешили уже вернуться в кабинет, но вы сейчас пока здесь не находитесь. Где вы работаете? После обеда я буду. Я до этого тенялся по всем кабинетам. Где есть кабинет свободен и управделами, и у Вероники, и в сессионном зале. Где был целую неделю тенялся по кабинетам. Просто. Можно посмотреть сейф? Я просто видела своими глазами, как его долго взламывали, и нашли там алкоголь. Но вообще, понимаете, что, допустим, я как человек, имеющий отношение, к сожалению. А, ты же что, подряд его все? Они же все... Процесс. Просто посмотреть, как выглядит сейф. А чего? Получается, он все равно не закрывается уже, да? Да, вы здесь уже сломали уже. Ну да, все. Вот, посмотрите. Да, то есть, как было все, так и было. Да, так и у нас сегодня. Просто, понимаете, чем мотивировали люди, вот, ну, это я просто помню, которые тут были поняты, не принимали участие. Они говорили о том, что подарки не могут быть больше определенной цены, там, больше 600 с чем-то гривен, иначе это будет считаться, как бы, коррупционной схемой. Ну, получается, что... А если эти подарки, этим подарком 12 лет, как быть, тогда? Ну, тут уже, да, с законом. Это же надо посмотреть, я же не возражаю, когда год выпуска. Пусть посмотрят. Если я не пью, но говорят, что не пьющий алкоголик, алкоголик не признается всегда, что он пьет, хоть я никогда в жизни выпившим не был. И если эти подарки были, и они хранились, и я еще с собой привез, даже не знаю, где, что и когда, если ко мне заходят... Хорошо, скажите, пожалуйста, что я должен сделать вот с этим? Вот, смотри, вот это мне подарил посол Китая. Она больше стоит 120 гривен? Сложно мне сказать, но думаю, конечно. Ну, что я тоже делаю? Да. Вот посол Китая подарил. Вот она есть. Скажите, пожалуйста, что я должен делать? Вот мне подарил посол Белоруссии. Что я должен с ней делать? Выбросить. Потому что она дороже стоит. И другие подарки такие же, они хранятся на самом видном месте. И правоохранительные люди хотели из чего-то сделать хаос, не хаос, а такое шоу, так они сделали его. Ну, мы просто освещали информацию, Владимир Николаевич, понимаете, если бы у нас не было, может быть, было бы все вообще иначе. Я, смотрите, я вам доказал... Не, мне, конечно, вы... Я вам доказал, как средство массовой информации. Здесь зашла в начале комиссия, зашло телевидение, и они начали это все снимать и смотреть, что есть и что нашли. Взял я по акту, и в акте было указано, что у изъяток квитанция, платежка, изъят портрет Януковича. Все, что изъяли, все остальное на месте. Я же не могу, тем более, я сюда не заходил, я же не прятал ничего. Если бы что-то было, и не безъяли. Но вы в курсе, как дальше продвигаются вообще события? Что там вообще происходит? Дальнейшие ваши действия? Будете подавать в суд? Мы уже подали. Подали в суд. Мы подали в суд на изъятие, чтобы вернули нам те же документы, забрали неправомощно. Сейчас работает группа юристов, которые мы написали и в Генеральную прокуратуру. На все инстанции мы обращаемся, чтобы нам вернули документы, которые забрали, и приняли меры относительно тех действий, которые были применены во время области. Мы знаем, что к Алене Калмаловой, у нее изъяты были вот эти вот драгоценности ее личные, которые были подарены ее ребенку, ну как вот она, допустим, комментирует. Еще не вернули их? Никто ничего. Мало того, у нее забрали паспорт, заранпаспорт, эти детские сережки, которые были подарены ребенку, она ее забрала к себе, чтобы дома там уже не воровали и так дальше. Все личные вещи, все было забрано. Но я хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, уважаемые друзья, просто уже, я хочу сказать, что никто не давал права обыскивать личные вещи. Личные. Никто не дал права копаться в сумочке личной. Когда они смотрели личной сумочкой, потом шлияли, недовольны, еще ничего не нашли. Это не личный обыск, а обыск здания, где находится Мэри. Владимир Николаевич, на столе у Вашего секретаря была найдена таблица с результатами выборов. Это же был еще день, это же было 21 число, когда был обыск. Там была уже таблица с результатами выборов и с количеством участков. И это очень сильно порадовало представителей прокуратуры. Они прокомментировали, это у нас есть на видео, что вот Навадский и Любивый, почему-то Любивый профигурировал. Уже поделили, значит, количество голосов, распределили и знают, как закончатся выборы. Что вы можете сказать по поводу этой таблицы? Я такого не видел. Я знаю, что мне таблицу показывали. И то, я расскажу. И то, и выборы 2014 года. То есть это предыдущие выборы. Это выборы 2014 года Верховный Совет, да? Или что это? Это были выборы мэра, когда вышли Дмитрия Валерьевича. Это у вас была копия, я говорю, что у всех копия, если вот что-то не нужно, я себе хрюю все эти бумаги для черновиков. Это была ксероскопия, если там на маске и любимых, то это явно были выборы мэра. Это не 14-е же было, естественно. Нет, в каком были предыдущие выборы? Минус 4 года. А еще был документ какой-то? Результаты предыдущих выборов мэра. А то, что у него копии там какие-то хрюансы, часто хрюансы осветляют для черновиков. Ну понятно, да. Ну это все надумано настолько, что я, честно говоря, настолько расстроен, что даже не Мусе представит, что можно из выдуманной какой-то ситуации раскрутить на всю Украину и вот так вот опозвать. А потом иди доказывай. Вот иди доказывай, что это часы не золотые. Иди доказывай, что эти запонки не бриллиантовые. Что я не знаю, что тут еще. Вам наговорили, что это не доказывай. Я должен доказывать всем своим друзьям, знакомым. Там звонить, рассказывать, унижаться, сказать, что это все не так. А средства массовой информации вместе с правоохранителем. Своё дело сделали. Маар сделал своё дело и ушёл отдыхать. Понимаете? Мама может отдыхать. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин.